У театра Творецкого культурно-делового центра Арктика новый режиссер. Какими премьерами порадует нас Евгений Рабозеров, узнаем прямо сейчас. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Евгений, знаю, что вы приехали к нам в январе из Петрозаводска. Расскажите вот о своем творческом пути. Началось у меня знакомство с театром в далеком уже 78-м году прошлого века. Это, представляете, уже 40 с лишним лет назад я первый раз попал в театр. Я приехал из маленького города Вытигра. Там театр как таков вообще, даже любительских театров не было вообще. Какие-то сценки ставили в школах и все. И приехал в Петрозаводск и попал, пришел в русский театр тогда. Очень хороший театр. Ему несколько лет назад исполнилось 100 лет. Но, к сожалению, театр уже, увы, не существует. И меня поразило то, как они что-то, мысли несут, как-то разговаривают, общаются, как выходят на зал. И мне захотелось сегодня попробовать что-нибудь испытать такого. И я пришел в любительский народный театр «Монтес». Он тогда только-только создавался при университете, а потом уже переехал в Дворец культуры и Министерство строителей. Театр «Монтес» вообще известный. Театр достаточно в России и за рубежом. Были лауреатами трех фестивалей. А на последнем фестивале... Недавно, по-моему, тоже победил. Да, в 90-м году, когда Советский Союз уже заканчивал, все союзные фестивали просто театр «Монтес» выиграл. Он просто был признан лучшим спектаклем и фестивалем. И было приглашение в Москву, в Центральный театр на выступление специальное. Но, к сожалению, это не получилось в связи с событием в 91-м году. Зато нас в качестве поощрения отправили в Испанию на две недели. Мы были в Барселоне, везде гуляли, все смотрели. Представьте, Рождество и Новый год в Испании. Это когда тепло, как бы... Для них это холодно, конечно, плюс 20, для них это холодно, ветер холодный. А мы залезли в Средиземное море. Я вот тогда первый раз окунулся в Средиземное море. И вот это все украшено, вот это все... Это сказка, это саграда, фамилия. И вот эти узенькие улочки, и они все украшены, везде все светится, везде все сверкает. У нас этого не было тогда. Мы жили еще по принципу «Елочка, Новый год». И вот, причем не везде, а только в центре города, и там по дворцам культуры, там по театрам. А там весь город, вся Испания праздновала Новый год, Рождество и Новый год. И это когда собрали нас, и они действительно празднуют, они радуются жизни, они радуются тому, что с ними это происходит. И вот это вот про театр, что как я попал в театр. А после этого у меня захотелось почувствовать, узнать, как спектакль делается изнутри. Я начал копаться в том, что такое пьеса, что такое действие, что такое мысль. Потому что если сценарист написал пьесу, допустим, Чехов написал «Три сестры», он придумал свою идею, он написал про то-то, про то-то, про то-то. Но режиссер, который ставит спектакль, он ставит немножко еще и себя добавляет, про то, что он думает. Каждый актер тоже играет определенную роль, он думает, он от себя добавляет, тоже делает от себя. А зритель воспринимает все через себя. И спектакль получает, почему он получается интересный, потому что если режиссер придумал что-то свое, актер что-то свое сделал, и зритель что-то свое понял. А там же еще есть осветители, звукооператоры, композиторы, декораторы, которые тоже вносят все свое. Спектакль не делает один человек, это делает команда. И вот это меня тогда так зацепило, что мне захотелось вот этим заниматься. И у меня было общение с замечательными людьми, с потрясающими людьми. Очень много было людей, актеров, знакомых, друзей, очень много режиссеров, знакомых, друзей, с которыми мы рассказывали, разговаривали, спорили, часто очень спорили. Просто вот, потому что у меня свое мнение, у меня всегда было свое мнение на все, и до сих пор. Вот, и этого меня надо не выбить. И вот тут мне стало, вот как-то, меня какие-то вещи цепляли, и однажды мне человек сказал, а ты попробуй сам-то поставь. И первое, что я сделал, это капустник. Вот, знаете, что капустники? Это маленькие спектаклики на какие-то события, на Новый год, на день рождения театра, сделанные, скажем, из спектаклей, которые были до этого поставлены. Собираешь, пишешь как бы песку маленькую, собираешь актеров, и с ними делаешь какую-то юмористическую вещь. И вот это было первое, что я делал. А потом уже появились, конечно, уже и спектакли стал делать. Вот, куда деваться с людьми, и вот куда-то звали, куда-то приглашали. И вот еще, что у меня очень помогло, это театральный лагерь. Вот он проходил под Петрозаводском в начале этого века, четверти. Там потрясающий руководитель Александра Петровна Вершова. Она эту систему придумала, работая с детьми. То есть человеку дается задание, и он придумывает. То есть как бы дети сами создают спектакль. А взрослые помогают им с этим, но не влезают в то, что существует на спектакле. А все это, по-моему, соединяется, организовывает. Помогает музыкой, помогает декорациями. И какие-то вещи отбирают еще, что вот это хорошо, а это еще подработать. И это было очень здорово. Потому что мы занимались, театральный лагерь проходил в Карелии 10 лет под Петрозаводском. А сейчас он уже, к сожалению, в Карелии уже, там уже деньги. И Карелия не могла уже выделять эти деньги. И театральный лагерь переехал под Москву. И мы туда уже, к сожалению, не ездим. Вот как-то так. Потом вы стали режиссером этого театра. Да, да, да. Потом, да, мне захотелось вот тебя спектакль видеть изнутри. И не только видеть, но еще и создавать. Потому что как актер ты можешь создавать свой образ. И создаешь свой образ. А режиссер, он создает все. Он отвечает за атмосферу спектакля, за связь, за переходы, за то, кто с кем, кто к кому как относится, кто каким персонажем является. Потому что написал, автор пишет определенное. Я уже говорил, он пишет для себя, как он представляет. А режиссер может посмотреть совершенно по-другому. Ведь можно же сделать того же Гамлета героем. А можно посмотреть на него, как он негодяй, который не любил дядю и маму. И почему начало звучать сейчас, потому что ему власть не пришла. Может же, так сказать, то, что ему власть не досталась раньше. А дядя взял власть. Вот можно же посмотреть по-разному. Это как я на этот спектакль смотрю, на эту пьесу. И оправданно ли это с точки зрения актерской, режиссерской, драматургической, мой взгляд на это вот такой. Потому что Гамлет, он герой. И он негодяем не может быть по определению. Вот. Как попали в Наринмар? В Наринмар меня позвала Алена Сегова. Раньше ее фамилия Черная была, девичья. То есть вы коллеги с ней, да? Да, да. Она тоже играла в том же театре, в котором мы занимались, где я играл до последнего времени. И вот она позвонила, сказала, что она вот только родила, и театр простаивает, приезжай, спасай. Ну, я думал, потому что у нас была премьера спектакля «Тень» по Шварцу. Очень интересный спектакль, и вообще пьеса очень интересная, безумно интересная, потому что она про наше время. Она абсолютно. Шварц потрясающий автор, он всегда писал на века. Он как Шекспир, таких авторов немного. И очень классно с ним работать, со Шварцем, потому что все эти взгляды, вот эти переходы, все. И я там играл доктора. Казалось бы, небольшая ораль, но очень знаю ничего. Потому что мы тогда поставили спектакль про тень, про мир, где живут только тени, что все живые люди съедены. И ученые попадают в этот мир, живой человек попадает в мир, который все съедены, и там единственный живой человек – это доктор. Он остался, его не смогли съесть. И вот почему он помогает ученым, потому что он тоже человек. Я просто однажды, у меня вот почему я к этому пришел, я по телевизору, ну это такая политическая немножко вещь, говорили про Украину, и там говорили вот эти, что в бандернских отрядах врачами были евреи. И что типа мы евреев уважали. Так, но еврей был врач, его не могли убить, потому что единственный, кто мог лечить. И вот тут тоже доктор. Я играл еврея, врача, вот в этом, во вражеском. Вот так, это образ такой родился, поэтому вот как-то тоже взял я эту современную ситуацию и туда вот как бы соединился. Вот получилось такой образ. Как вас коллеги отпустили? Режиссер очень ругалась. Очень. Потом, когда я звонил, у нее 1 апреля день рождения, представляете, 1 апреля день рождения, как у Гоголя. Детямой день смеха. Вот, и я ей звонил, она сказала, что очень рада, что все так случилось, что все вот у меня все сложилось, и все это вот. Ну, это уже карантин начался как раз только. Вот, и, а когда я уезжал, переживал очень сильно, потому что, ну, я всегда был помощником, всегда вот, как бы, вот это на себе пытался тащить, что могу, потому что все эти декорации, что там делать, ну, а куда деваться, потому что любительский театр есть любительский театр. А на какие он средства существовал, любительский театр? Он работал в детском театральном центре, вот, как бы там, и там как бы принял при детском театральном центре. У нас группа детей еще была, тоже большая, достаточно группа детей, и мы стали, и нам, как бы, директор центра нас туда позвал после машиностроителя, потому что у машиностроителя случились всякие проблемы, ну, когда вот эти приоритизации все прошло, и нас просто туда выжили. Мы там не нужны были, и вот дворец, ой, директор детского театрального центра, вот, позвала нас туда, и мы существовали там, и театр до сих пор там существует, да, да, в детском театральном центре. Мы собираем деньги, мы платим какой-то там взнос за то, что мы там существовало, что нам позволяет. Мы проводим сплатные спектакли, и средства от них идут тоже в детский театральном центре, и на декорации, и на костюмы для нас. То есть это команда единомышленников, непрофессиональных актеров, которые увлечены общим делом. Но у них есть, соответственно, другая работа, где они постоянно заняты. Да, приехали сюда, не пожалели? Какие впечатления сложились? Абсолютно не пожалел, мне очень понравился город, маленький городок. Первое впечатление было, когда зима, сугробы, еще морозов не было, морозов чуть позже пристали, и я пошел прогуляться. И я пошел, думаю, ну, сейчас пойду, прохожу два километра, упираюсь в окраину города. Разворачиваюсь, иду в обратную сторону, прохожу два километра, упираюсь в окраину города. Я же еще не знал, что ты есть искатель тогда. Это первое впечатление, такой, господи, что за город, куда я попал? Вот эти маленькие городок, непонятно что, где что, но дворец мне понравился сразу. Я когда пришел, и ощущение во дворце, это какое-то такое вот светлое, светлое чувство во дворце. Приходишь, и как-то вот, и там тепло, и светло, и вот душевно, и чувствуешь, что там хорошо. Вот как-то, вот у меня дворец меня сразу подкупил. Он очень современный, очень удобный и очень хороший, и для игры вообще потрясающий. И мне вот понравилось с Романом тоже, исполняющим обязанности директора, разговор. Приехали, ну как, чего, как, ну все, работай. Вводов в профессию не было, да? Не было такого, что да, ну-ка, давайте, отвечайте, тут то-то, тут-то. И с коллективом тоже. Мне очень понравилось, когда Алена пришла, так как, ребята, вот он, вот они. И тут же началось, пошли на сцену, что-то делать, что-то придумывать. Как прошло знакомство с труппой? Как они вас восприняли? Ну, по-разному, честно, потому что кое-кто там, я не ожидала, что надо, вот, я думала, что вот придут и начнут указывать, что как делать. А у меня принцип другой. Спектакль делается совместно. Он придумал совместно, тем более, что пьесу нужно было придумывать, потому что взяли спектакль, взяли Евгения Носова «У связки шлемоноса», это в начале войны пьеса, ой, пьеса, ой, пьеса, повесть, вот что-то у меня. Хотели как раз в 9 мая, но внесла коррективы коронавируса. Да, да, вот, и мы начали на ней работать, а ее нужно было создавать, пьесу, и поэтому я предложил, давайте будем создавать пьесу вместе. Вот как-то мы читали, что-то вычленяли, что-то делали, вот, кому-то это сразу понравилось, кто-то вот был недоволен, потому что режиссер должен прийти, указать, что как делать. А это идет все, а спектакль создается постепенно, делаются сначала какие-то этюды, отрывки, думать, даже когда выбирается спектакль, он не просто так берется, вот, режиссер приезжает и думает, я вот поставлю Гамлета, ну, к примеру, опять по Гамлете. А Гамлета нет самого, актера, играющего Гамлета нет, и не поставить же Гамлета, нужно всегда смотреть, что происходит, с кем это будем делать. И поэтому все рождается потихоньку, какие-то этюды, какие-то зарисовки, какие-то вот знакомства, вот эти вот разговоры, общения, тоже чаепитие. И все это рождается вот в общении, и когда понимаешь, что вот в этом общении эта основа уже есть для того, чтобы работать, уже можешь что-то создавать, уже начинаешь потихонечку-потихонечку двигать, где-то направлять, где-то заставлять, где-то напрягать людей, где-то говорить кому-то, что ты здесь делаешь, иди-ка сядь, посиди. потому что куда от этого деваться и либо ты чего стоишь на сцене и глазами хлопаешь когда нужно что-то делать ну что на сцене невозможно существование когда просто так когда человек выходит на сцену он должен быть внутри процесса если он стоит по голове глазеть на по сторонам в зрите вот видите его не остальных а его будет видеть это называется прокол это дыра и это всегда видно и это ужасно и вот я вот это меня это всегда просто хочется просто хотела но не строгий режиссер нет я добрый добрый матом не ругаюсь знаю что хотите еще создать детскую труппу да да возраст будет у ребят начиная от 6 от 7 лет и до 15 потому что если вот такое разнообразие тогда я бы развил их на две группы младшие и те кто постарше потому что семилетник наследие не смогут вместе работать это так 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 сожалению редко бывают свои вместе были работать либо эти работают эти помогают либо набрать эти работа эти помогают а вот когда совместно нужно делать что-то общее это очень большой спектакль но так чтобы группа это отработала пришла эта группа отработала но это очень сложно какой бы спектакль хотели с детьми поставить вообще у меня есть пьеса называется про лисенка вот такой был замечательный мультик в свое время лисенок там ну про привет там что-то знакомиться с приветом он бегать лисенок по лесу и уголь друг привет он доход с эхо вот и вот и там же есть это у автор вылетела фамилия но если вспомню скажу у него серия рассказов и самое интересное что я когда-то тоже писал детские рассказы у меня назывался старый лес и они как-то переключить вот такой какой-то к они как-то похожи так чем-то вот мыслью чем-то вот сам там у меня действия абсолютно разы герой на ту же но тоже было то же самое эхо мне там жила в лесу те же зайцы те же лисята и но они вот такие рассказ там дуб которого тоже и и и у меня как-то подумалось что это все может совместиться это когда совмещается в определенную спектакль причем спектакль может быть интересным потому что он альтернативный спектакль это значит что допустим уходит лисенок там его папа отыграли кусочек он спрашивал зрителя как вы думаете лисенок ушел направо или налево решает направо он пошел или налево интерактивный до от этого спектакль будет другой и и он ни разу не повторится в итоге потому что зрителям будет хотеться видеть что-то другой и актеры которые знают все тут они будут играть все время разных спектакль и это очень вот они очень вот это вот я знаю что вы сторонник того чтобы ребенок оставался ребенком да и в спектакле и на сцене почему потому что детство она вообще такой удивительный возраст когда впитываешь как губка все и пока когда в тебя в этом возрасте заложили доброго больше ты будешь добрым если заложили плохой ты будешь плохим и очень хочется чтобы дети получали добрые вот и пока не маленькие пока не растут они видели добро и учились добру что зло делать просто и легко добро делать сложно из-за доброк на кота бы за добро за зло бы соглаешь глаги волокину что он маленький и прощаю а кто-то делает кто Fuel добро им остается больше всех чума ткучи свет люди которые вокруг достается и очень хочет чтобы на других людей было больше вот мне в 10 очень понравилось люди здесь добрые назвали это очень здорово это маленький городок ну это и по всей россии в маленьких городках люди добрые в москве питере и в крупных городах к сожалению очень много уже вот такого дайте мне дайте мне дайте мне а я ничего не обязан вот и вот к сожалению это очень много и очень хочется чтобы они выросли людьми не роботами а людьми не хватает нам советских мультиков да хватает советских мультиков не хватает советских фильмов даже даже вот эти российские мультики и вот про машу и медведя и там этого свежа реки они же добрые они же хорошие но почему-то нам навязывают американские вот эти интересные но дебильные мультики где они бегают ищут золото добывать деньги другая друга бьют друг друга я например свое время очень не любил того же самому ну погоди потому что волк все время бегал за зайцем хотел бы съесть я этого не любил мне было жалко безумно жалко зайца я знал что заяц победит и жалко волка потому что всегда ему доставалось потому что такой он был такой немножечко такой для того времени придуманный потому что тогда был немножко по-другому люди общались между собой не помогали друг другу было были злодеи были плохие 2 было мало сейчас их и сейчас их мало но сейчас они более видны вы активно занимаетесь саморазвитием и работали с многими режиссерами расскажите может быть о самых интересных ох как интересно просто я даже на на фамилии сейчас не смогу вспомнить всех потому что было их очень много очень очень значимых очень интересных людей у толстого дивана трясешь которому работаю потрясающий человек очень умный очень талант в режиссер могла спокойно работать в упрощенном театре но предпочла работать с любителями потому что тут можно больше достичь здесь про здесь не проще а и может даже сложнее но интереснее потому что с профессиональным актером ему дыш команду он делает либо делают его не делайте не делать ему горько шел вон сел в угол и ставишь другого любительскими актерами их нужно с ним растешь с ними и они растут с fuels и с тобой когда ставь спектакль придут и вот и дивана она всегда подумать спектакль вот-вот я у нее цена учился она придумала spiq так ли с месяц актерами и разрабатывать спектакль именно с актерами и вот и как что возникает и спектакль возникает интересные и классные именно поэтому примеру а так али хусейн но это малый театр вот он приезжал в петрозаводске один раз и проводил с нами занятия до много-много и уже дальше снизу всех не вспомню честно говоря вот так вот в петрозаводске очень много петров вот тогда в этом в тольских мастерских мастерских работ очень очень интересный режиссер ведь тоже очень много чего с него узнали а там вот сейчас слава поляков который актер национального театра но он учится режиссуре и он ставит спектакли оставь прекрас потрясающие детские спектакли у него они всегда живые у него всегда какие-то необычные декорации и вот и необычно работать но он сам кроме того что актер он еще и движись очень хороший у него всегда через движение вот через вот эти вещи и это очень здорово когда вот так вот когда театр он он растет когда занимается разные актеры разную вот вот так это так да так не вспомнила как потому что очень много было когда начнет работать группа когда все ограничения с ним нет я и вы знаете вот мы сейчас уже с главными персонажами и вот этого фильма про военного спектакля спектакля уже разговаривали сейчас девушка приедет из отпуска главный персонаж уже здесь петрозаводский и мы водка на при этом только на уже начнем принять то что они очень важны вот их линия очень важно вот на во всем спектакле и если мы с ними все вспомним все сделаем все остальное нанижится это как лить которая идет то которой они как бусин который надевается вот эти вот и чем ярче чем больше бусинга тем и ярче бусы будут сколько действующих лиц спектакле вообще человек 15 если бы была возможность я бы еще бы набрал возраст какой от семи лет и до пенсии за что на спектакле там и дети есть ну представьте сенокос начинается сенокоса и на сенокосе естественно дети которые бегают по лугу у которой и где старики и бабушки которые пытаются собирать все что могут пока могут работать это всегда у меня отец номер всю жизнь занимался кроме того что работал еще и сен и сенокосе то что они всегда держали то свиней то коров то чего-то еще такую кур вот сейчас продам уже почти 90 лет поэтому он уже как бы так сильно этим занимается только ходит огород копает вот тут сейчас картошку я приезжал сейчас он картошку посадил и честно говоря ну старенький уже конечно подчили на 100 лет плохо видит но но если бы хорошо видел было бы думаю что и до сих пор бы бегал бы и все делал бы отметили для себя звездочек среди труппы есть люди которые на самом деле обладает актерским вы знаете ведь самое главное не звездочки а самое главное что делают все потому что звезда он может выделиться и спектакль пропадет может может пропасть потому что может поставить спектакль вот допустим был у алена был поставлен спектакль по островскому вот там очень классные вова ее муж оси гоф очень классный очень яркий очень классный и он там нужен как яркий персонаж там все остальные по ему подыгрывать а всегда про войну там этого нет это народ и это очень сложно вот этого там должно быть там должно быть как вы даже звезды не иногда приходится ночка их чуть-чуть как бы придавливать чуть-чуть чтобы и и кого-то предпринимать чтобы это все так уровень был держался ну что когда идет на ровно сцена ну не может быть там какая-то звезда и будет ходить и и вот просить гнуть пальцы и все это будет конец спектакль там самое главное думать вместе дышать вместе и и работать вместе когда планируете его поставить я бы его хотел если все служится нормально в октябре бы выпустил уже уже пора потому что у нас оставалось там меньше месяца до выпуска и сцены уже были сделаны оставалось только на сцену в декорации в свет в звук что очень важно тоже и его там довести все до ума потому что тут к сожалению приходится работать с микрофонами я с микрофонами ужас не люблю работать а придется ну что актеры к сожалению не умеет с подачей работать наши актеры отличается от петрозаводских не знаю потому что в любой актер любого отличается потому что взять того же дерь может кого деревенский парень так выдать такие вещи выдать не знаю ничего об этом а какой-то человек который закончил театральный вуз может стоять и хлопать глазами то что все очень условно то что привозили я смотрел петрозаводский привозили этот стресс ласка по мудать от прижал да и хороший спектак все хорошо но один персонаж ну понятно что он такой вот не очень сильно актер и он ходила по звуку за во время сцены его режиссер заставил ходить все время по кругу по кругу по кругу по кругу этим он пытался спрятать его не умение работать сожалению так сожалению бывает что даже профессиональные актеры не умеют работать многие критики ведь отмечают что самые лучшие спектакли порой проходят где-то в глубинках да это сильно так самый лучший спектакль и проходят и создаются в глубинках потому что в москве и не только старая школа но еще нет этого зазнайство нет этого мы все можем мы все умеем и мы самые крутые потому что я смотрел вас уже лизон в москве и не так в прошлом году и я был ужасном недоумении почему публика после спектакля качала им браво и орала то что спектакль был не про что там там был фокус 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 и все и благ одна хорошая актриса она этом эту играла невестку вот самой вас и и и и все когда она вышла сцена жила ее не было ценула мертвая пустая ходили говорили текст но зрители ура браво москва потому что к сожалению не хочу сказать что москва жила боже упаси нет она умная она цивилизованная она очень воспитанная вы сказали что хотите реализовать здесь еще проект вот какие очень хочется честно гудз и только хорла gut's а это потрясающий итальянский автор это вот король олень его вот а я хочу любовь своим апельсином пьеса написано так начала в sting и потом актеры играли про это 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 то спирт опесу нужно соединять самим и пьеса она такая интересная потому что и в ней можно столько всего подать вот был потрясающий спектакль вот этот самый президент урандут старый двадцатых годов которым жил вот до 90-х годов он жил там василия навод молодой еще играл вот и они хотят его снова в основе сейчас это безумно интересно потому что когда смотрел там михаил ульянов и персонажи которые просто помогают действию вот такие вот и они такие вещи на творили они шутили на современную тему то что тогда волновало всех спектакль построен был на том что интересно сейчас и очень хочется вот вот год сделать вот этот спектакль любовь трампетинами так чтобы он был про то что происходит сейчас я же хочется сделать музыкальным чтобы там было бы танцы были песни были арии там паркет пантомима там может все что угодно это это тут спектакль может быть все что угодно это это могло бы быть новогодней истории но очень хочется чтобы это не связаться только с новым годами потому что сыграли новогоднюю историю и ушла забыла а очень хочется чтобы эта история продала продолжилась потому что если все сложится может быть очень интересно может так можно такие вещи там такие есть показывать и и просто могут уже можно если все сложится может быть может очень интересная вещь получится как раз то что москве сожалению сейчас есть куда там есть вот очень много вот этого похабного голые люди на сцене все время сексе все время о наркотиках потом это ужасно надо театр он призван воспитывать они наслаждаться унижением детей людей новых людей приглашаете в конечно конечно очень хочется чтобы пришли люди его знать когда приехал пришло несколько человек вот которые потрясающие люди которые занимались до этого раньше был до театра до этого театра был же друг были же театре которые тоже уже умерли и как я понял в этом году будет праздноваться сколько сколько там лете театра который существовал вот и вот слышал эти все эти планы об этом вот и тут и люди пришли оттуда люди прибыли мы занимались там там и занимались там то и они интересные яркие они чему-то обучены приходят не обучены абсолютно это не имеет значения главное то чего ты хочешь вот главу что вот здесь горела и вот здесь не горит на сцене делать нечего вот меня сейчас современная эстрада почему поражает потому что есть это же пугачёва как бы не ругали сейчас но она она выходила пела душой всегда то же самое ли он который уходил и старался было вот те же самым кобзону было куча этих людей которые пели душой и сердцем не завораживался а сейчас эти одноразовые певички и певцы проплаченные которых кто-то вытустил они спела песню исчезли вот не хочется вот такого хочется чтобы где-то у зрителей которые посмотрели осталось что-то в душе и пришли 2 и ушли хочется чтобы чем-то зацепил что-то вынесли до что-то вниз чтобы они думали об этом какую еще какой какой еще спектакль планируете поставить ну вот с детьми об хотелось про лисенка я говорю уже поставить а еще у меня был поставлен петрозаводский но один раз всего сыгран спектакль маленький принц замечательная да потрясающая сказка причем здесь я понял как его нужно доделать потому что там это у меня было действие происходило как бы вот тут это уже за свободно тогда был это был сзади экран ну как бы не кран стена и на которой была проекция и все было на проекции для производства было новое потому что тогда этого как бы там не используется здесь это вовсю используется и здесь и здесь меня я понял что должно быть еще должны свисающие всякие ленты какие-то на которых как типа качели на которых дети качается все это вот должна быть какая-то такая он они только на земле в воздухе он везде по всему объему и конечно звезды которые должны не только тут быть но еще и по всему залу должны бегать звезды которые чтобы звездами такая философская сказка наверно на дни для всех не для всех найти на про что это сказка что вот я понял пришел сказка эта сказка летчик попал в аварию и маленький принц который который пришел к нему это он в детстве экзюперида он был летчиком да да и вот и этот и мать и при 100 он в детстве это его фантазии ты восказки восприятия мира да 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 и восприятие мира и он своими воспоминаниями себе помог выжить помог восстановить самолет то что он жил вот этим воспоминания детском он вспомнил детство и он поэтому выжил и и все что с ним происходит это и с ним происходит с ним происходило и поэтому он все время здесь присутствует это это его история летчика и маленький принц то он евгений спасибо большое что сегодня пришли к нам в студию вам что хороших премьер пусть ваши все творческие желания сбудутся спасибо вам напомню это была программа актуальное интервью сегодня у нас гостях был режиссер культурно-делового центра арктика евгений робозеров до новых встреч